Откроешь? Здорово! Здравствуйте! Здравствуйте! Уходи, Серёж! Дверь коровьей делаю. А? Ну дверь коровьей сейчас поставлю. А, дверцы ставлю? Петянь надо, да? Дверь по дороге, я что делаю? Довольно для Ютуба. Да? Ну а что? Людям интересно. Ну, нет? Городские сумасшедшие перелегнуты. Тося, знаешь, из квартиры приехать и дарить корову? Нет, я тебе ещё раз говорю. Это просто самый умный вариант. Ну, что ты в квартире будешь сидеть? Смотрите, это, когда у тебя дети дома. Смотри, чистая продукция, да? Да. Овцы, корова, молоко, мясо, там, утки, домашние яйца. Ну, тебе важнее что? Дети, конечно. Здоровье детей? Да. Мы же о них старались, правильно? Ну... Я всё видел, я родился в советское время, у меня всё было. Ну вот. Я просто в Москве, у меня, мать как я, мы купили квартиру? На одной площадке. Нет, не хочу, я приехал, мать, не хочу. Вот приехал, на земле живу. Вот, своё, смотри, ты сейчас хоть танцуй, хоть брыгай, ты никому не мешаешь, правильно? И мне никто не мешает вообще. Да, да. У тебя каждый год там всё больше интереса будет, ты больше расширяться, я тебе говорю. Я сейчас уже второй говорю, я сейчас доил, одну не захотел. И самое главное, знаешь, что бывает приятное? Вот, делал ты, допустим, кормушку, да? Ты сам сделал, тебе это приятно. Потом ты как-то улучшаешь это. Потом ты сарай подделал, тебе приятно. Окошко поставил, приятно. Дверсо сделал, приятно. Всё, дальше, дальше, дальше. Видны результаты труда. Да, да. Ты сам делаешь всё. Это у тебя приносит приятно. Приятно вообще. Да вообще вообще. Я вот сейчас жене сказал, про тебя говорю, это аппарат. Сейчас сыну сказали, чтобы он рискал по этому. Будем брать. Вот по виду будем брать, а то она, знаешь, что? Ну она, сколько, 17 лет доит, да? Где коровы? Руками? Я не даю. Руками доит? Она, говорит, длинненькая. Я не даю доить. Вот сейчас аппарат, всё. Она говорит, у меня это. Да, они имеют руки, всё. Конечно, конечно. Завязываем, говорю, всё. Завязываем аппарат. Сын говорит, я найду, говорит, аппарат. 5 минут, 7 литров. 3 раза в день. 5 минут. Молится идеально. Потом, грязь с коровы не летит. Ничего не надо. Чистота, во-первых, да. Да, грязь не летит. Ты просто взял ведро. Эту вот повешено аккуратно. Помыть заняло у меня 10 минут. Там прям ёрщики продаются всё. Копин такой аппарат, я сам это могу делать. Я сам сделаю. Единственное, там поршень бочекозы. Его надо сразу хорошо смазывать. Вот этот поршень. А смазывать чем его? А я машинным маслом. Автомобильным, да? Той 40 мажу. Да? Там инструкция есть, наверное. Там пластиковый стакан и поршень бочекозы. Вот я бы взял именно этот. Там пульсатор. У всех новых есть пульсатор. А здесь пульсатор реализован шариками. Подшипниками. Подшипник. И поршень идет вниз, подшипник закрывается. Поршень идет вверх, подшипник закрывается. И вот такой перепуск. То есть два шарика. Что с ними будет? Вечно. Вообще. В прошлые дни. Вот и коровик. Вот мы от тебя пользу получили. Как я аппарат увидел этот. Все. Этот аппарат сейчас будем приобретать. Довишко. Вот я искал, думал современный. Довишко 40-50. Сейчас взял. Я понимаю. Настолько примитивный. Да. Знаешь. Чем примитивнее. Как двигатель без всякого управления. Да, да, да. Прощий, простой. Примитивный. Как Беларусь. Вот нет ничего. Все. Просто примитивный. Толматься там. Нечему. Разбирается. Я вчера все разобрал. Ну блин 15 минут. Смотрите. Вам надо это. Это. Что-нибудь нам постелить. А я. Сделать это. А мы же перенесем сегодня. А я с тобой перенесу сегодня. Мы сегодня с ребятами перенесем. Да. Вон целое пол сарая. Вообще идеально. Пол сарая под крышкой. Она дождя не видел. Поэтому. Приезжать всем говорит. Напивайте. Нет. Нет. Зелененький. Как раз получается. Сегодня я вечером. Поехали внизу. Да. Потихоньку. Несет поставишь. И будет она у тебя уже. Ты не будешь волноваться. Дождь. Снег. Все. Она у тебя там лежит. Правильно? Так у нас банда большая. Да. Коль. Быстро перенесем. У нас банда туда. У нас ребята. Ох. Хорошая. Смотри. А. Вообще супер. А мы тоже вчера говорили о вас. Мы под видео разместим ваш телефон на Сиена. Мы с русскими перестали общаться вообще. Стало не уносимо. У тебя 13 лет. Ты такой. Есть. Столько. Я чуть шел. Право обман. Ты что? Что по приезди. Каких обманов нет. Уместо что-то берешь. Вот так я пытаюсь. Вместе воровали у нас металл. Все знают. Я сказал когда шел. Отрублю руки. Ха-ха. Сказал поймаю. Отрублю руки. Говорю натурально. Как? Я говорю. Отрублю руки. В тебя посадят. Я говорю. Ну я то выйду. А ты так без рук и будешь стоить. Все. Пропали. Это шашка людей. Знаешь. Приезжие можно. Ты там тебе. Дальше выпасть. Есть какой-нибудь. У меня полностью. Вот налево. Вот мое. Вот мое. Вот мое. Вот там до леса. И вот там до леса. А если я там выгнал. Да? А ты что мое? Я почему только вы сейчас забрал. А за какие? 900 тысяч. Ты считаешь. Что-то недорого. Да ладно. Что-то. Иметь такую местную землю. Да. Где и 3 недели. Что выернули поиском участке? Да. Да. Да нуics. Не спонтанно я. покупочка такая да перевал переехали на юг черное море ночью там помасили ноги и поехали обратно с юга на север как ты выбрал это орловскую область я по объявлениям у меня было критерий участка область я не завязывал во-первых у меня была средняя полоса это не ближе заканчивался поезд дальше холодно вот край был животноводческий это два липецкая орловская область это вообще идеальное место почему потому что на юге все засеяно там нет выпаса у меня был критерий участок был от гектара меньше гектара даже не смотрел вот чтобы за мной чтобы было разрешение чтобы обязательно был газ на участке на дом даже не смотрел газ водопровод свет 380 здесь будет и чтобы за мной не было соседей и хороший подъезд еще а и чтобы дорога чтобы участок не через не через это самое не потому как-то а чтобы вот дороги сразу моих дорога была вечная здесь мемориал сиротица конечно здесь мемориал поэтому дорогу сюда поддерживают но мы даже рассматривали что школа дам идеально участвовать чтобы заниматься хозяйством я для этого вот для этого то есть как бы были критерии а дальше я не смотрел сам же знаешь сколько не выбирай чтобы самое главное не было рядом вот этих пятиэтажек трехэтажек потому что я знаешь такое деревенская пьянка это неадекватные люди которые музыка крики и вот так вот и слушай мы нашли дом огромный который строился для многолетних семей продавался за копейки за миллион триста 140 квадратов газоблок обороны кирпичом только не бросать сильно но земля пустая нет ничего поле стоит дом ну куда такой а здесь школа есть поселке как бы дети в школе вот а школа это уже большое дело это первый момент есть еще один момент от москвы всего 400 километров это очень мало ну да ну да имея транспорт имели транспорт что такое 400 километров плюс большие города считаем ценск 50 километров орел 100 километров вокруг все жилое до питера тоже не так далеко мне как бы ехать 10 часов и все ну там у вас был частный или квартира была вы жили часто у нас была квартира и дача очень хорошая я жил на даче я в квартире не появлялся приезжал с работы на берегу озера огромного 30 километров длиной но это как бы не огромное по нашим меркам там маленькая ну там холодно там нет лета карелии сколько там это вообще 2-3 месяца были так было такое лето при мне когда плюс 9 начинается дождь в июне и заканчивается снегом октябре и только три дня без дождя были такие было такое что еще в июне снег а в августе уже выпадал в августе уже снег опять а я хотел заниматься именно на земле вот этим помидор вырастили до сейчас в этом году 400 банок закруток первый раз закатали закрутили до 400 у нас вон вот этот огород и перед домом то чтобы это был огород поле распахано там так у нас мед же еще свой мы не успели приехать до сразу засадили а тут местные вообще ничего не сужать я вообще удивляюсь короче четвертонный помидор местные приходили семена брать хотя семена мы просто в магазине купили четвертонный помидор без парняков без всего было по пол ванны скажи через три дня пол ванны мы так мы сок нагнали томатный банка детям помидоры не очень а сколько сделаем но мы летом пили сок еще и на зиму сколько банок сока сделала томатного левое варенье это томатный сок он очищает икрот даже маленький очень сильно аллергия что мы даже в клиниках лежали с ним постоянно все пропало все чистый я только в дом захожу они уже знают отжимания начинаются отжиматься а дочка у нас чемпионка карелии по карате там ну я просто все время занималась спортом да мелкая так они нормально когда бросаются они от давления это разрывается только это только я слышу рассказы о том как они гонят самодон и это самое общение да какой у них плохо кто-то херовый аглаты то блять как что сделал вот пенсия что ты сделал для своей страны но если так я говорю почему тебе кто-то должен что ты сделал лично может также индивидуально вот как ты сейчас занялся заняться ну тут единицы вот ваня например да он землей только три человека вот мы четвертые до всех нам ходили общаться сейчас даже детей перестали пускать потому что это чё там у них меня штрафтер беларусь было я понял что пока не нужен я понял что оказывается дешевле чтобы мне куда фермера дешевле я пересчитал все у меня лето простоял пять часов я на нем отъездил я его продал парни дагестанцы приехали забрали из москвы 81 или 82 81 полноприводной 12 года его в курской области брал почему я не узнал об этом очень хорошо мы его продали за минуту ровно я только подал объявление сразу звонок за звонком и первый человек который позвонил все мы едем сразу предоплата на карту ну конечно почему я это не узнал а вот почему я продавал потому что понял что нет смысла да вот у тебя вот они под рукой вот они да если бы их не было фермеров да был бы смысл а у меня здесь и нобель ездит и вот эти он как зашел с пятикорпусом блогом плугом это на мтс ковырялся он как зашел на этом сауна на т-150 10 минут 30 соток в идеал мы там зайдем покажу просто 10 минут тысяч рублей ну вот раз единственно с кем мы и общаемся с вами общаемся а вот кто приезжал вот мы сено купили мы же не знали я потом уже когда узнал все я в деревне ты не жил когда понял какой да мы думали что вот это сено что это хорошее я траву ты не видел да зеленая местный вот здесь где-то рядом тут городским легко рассказать да городским легко рассказать да бы навешать обмануть и солнцем я уже понял что вы уже режем овец продаем я вчера барашка дарил здесь был забор еще мы забор сняли по середине вот это все было заросло и соседку было не видно вот тут я все за лето у меня здесь бензопилы не глушились я три пилы у меня есть я наточу цепи одной пилю цепь села вторую третью потом три точу и опять пошла да да мы смеемся когда же у нас закончится вечный огонь тут бензопилы я посчитал ушлось 70 литров бензина вот то что я здесь выпилил вот и посчитай все было пол не зайти вот здесь за сараями было не зайти да учитывает то что мы еще дом строим разобрал дом перекрыл крышу построили внутри газовое отопление стены все новые мы женой только три с половиной куба бетона в день заливали бетономешалки лили армопояса такая штука веселились короче тут ничего не лень встаешь с утра и пошел все свое есть ради чего я же не чужую иду корову кормить доить а свою как раз сарай перенесу вот это здорово а сейчас с баранами понял сейчас баранов всех перебью наберу маленьких бяшек хороших племенных выкормлю одного племенного барана как раз эти изведутся а те уже забеременеют вот так вот короче решил сделать просто решил как бы племенные бараны стоят дорого а бяшки стоят недорого а выкормить у меня лучше еще корову одну куплю вот этих ты здесь в деревне брал или нет это я под орлом брал на кладбище они паслись серьезно там пупужик взял уже себя думал мясо реально на кладбище паслись на кладбище, да, Превоострожная улица в Орле вот тогда понял что сколько они сена съедают какой уход что их надо стричь я же купил машинку это я же их стрик с дочкой они же были заросшие говном полностью снимаю с них вот такую шкуру, машинку купил, мастри как всех в первой жизни с Настей даст еще, ну и почему он голову тебе продавал по четыре тысячи нормальная цена это нормальная цена очень нормальная, четыре триста, четыре триста получилось за кладбище ну для первого опыта я считаю нормально, да, потренироваться там парень нормальный был, да? не какой-то там вот этот, а такой спортивный взял для себя не бедный, ну понял что заниматься баранами это не просто для них надо условия создавать, вот как ты сейчас сделал все это, это надо все делать а там посмотри, у них подстилка, сорок сантиметров сарая теплая сарая хоть и не газистый, но там сухо, можно сапочки заходить тебе надо хотя бы катышку, рулона два, самому на подстилку хотя бы а вот у меня там четыре рулона есть, да? да это правильный запас, да ровно четыре рулона на подстилку я оставил, я считаю купать я, короче, как овец король теперь я даю хорошее сено корове да овцам ничего все, что корова не съела, я отдаю овцам правильно, я тоже так же делал иначе они все разбрасывают под ноги это я сам к этому пришел да, да, да а то, что потом у овец остается я бросаю под низик о это получается, знаешь, безотходный безотходный, да 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 вот так вот к этому пришел потому что сено улетает они разгребают а так дал им именно, когда они голодные вот и сейчас, видишь, кормушка пустая да сейчас корова то, что не доест, я им херак и опять она будет пустая твой правиль твой правиль мелкие помогают если мы с дочкой барана вчера резали десять лет она держит его все да, мы думали, она такая у нас девочка-девочка а тут девочка, котятки, зайчики у вас папка, дочка? десять лет, дочка дочка дочка, да мелкий был в школе ага ну, у нас меня двое здесь становились вот, был в школе с ней она держит так папа, что тут ну, это хорошо вы же будут проучаться жизни пригодится и в этой жизни пригодится зачем эти сопли нужны? я вот не верю в эти мимимишки сначала все очень трудно в плане, что проснуться и что-то делать тут весь в грязи а сейчас я понял, что говно только у людей здесь не говно, здесь навод у меня не было у меня суседка вот когда я только начал хозяйством заниматься и по соседству я понимаю, что с левой стороны от меня от меня с правой стороны Тавшая небесная Валя она сейчас это самое в прошлом году у нее была болезнь астма запаха не выдерживает аллергия 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 поэтому я сарай узнал об этом на другую сторону построил где я построил соседка никакой астмы ничего молодые две молодые и она ой таким шумом и моя хозяйка ой соседи ругаются я думаю что чего ругаются она говорит мол от вашего извини выражения говна там нет хорошо ладно оставь я говорю потом я вышел она как раз там в огороде копается соседка подойди пожалуйста ну женщина я говорю моя дорогая слушай понимаете я вот по соседству стараюсь я говорю не по отношению ко всем соседям я стараюсь быть человечной я говорю то что ты выразилась жене как ты назвала это ну понимаешь это говно я говорю нет говно это у тебя и у меня а это я говорю навод природный навод и оно чище чем наше говно конечно у меня собаку выпусти это говно все съедено он в первую очередь говно съедает мясо лежит а потом она короче через два сезона ко мне обращается так вот неужели сосед ты там нам не дашь это самое на удобрение я говорю говно я говорю не жалко я говорю мне его не жалко я говорю ну запомни вот это вот то что ты назвала говно мы питаемся это удобрение в следующий раз запомни как выражаться ну перекинул что жалко что ли этого навода ковшом у меня трактор с ковшом я говорю сколько тебе надо столько перекинул ну после этого не стало говорить это все после этого не стало обращаться вести себя говно называть все нормально как это вот вроде бы работы много устаешь а тут чем больше сил отдаешь а просыпаешься больше сил появляется как так ну нас это самое наш создатель да Господь нас создал для того чтобы мы просто-напросто на этой земле чтобы не разрушали а создавали создавали и больше ты трудишься ты больше создаешь и тебе Господь дает это самое здоровье да я согласен согласен наши деды что они они что наслаждались не трудились что ли они кровь и пол трудились это ручную ручную вкасили ручную вкасили вкасили я такой я как взялся на эту косу первый раз помнишь я бросил думал убру а соседка у меня вон 82 года в пять утра выходит два часа косит до жары ой глядь раньше вот ручная коса была дед мой дедушка всю жизнь десять коров десять коров мы держали ручную косили сейчас смотри молодежь возьми любую вот есть вот это бензо бензо эти да они не могут бензо этой даже косить бензотримером косить да ну согласен да согласен у нас Раиса Ивановна вообще трудяшка такая да а что я спортзал у меня хороший я сейчас мешок еще пацанам повешу боксерский все пусть только спорт только спорт молоко когда есть уже можно тренировать ребят а без молока толку никакого никто не растет без молока вот у меня честно соседи у меня золотые люди просто золотые люди вот даже та о которой я говорил она выразилась она сейчас все успокоилась я знаю что во первых знаешь в чем эта формула знаешь смотри если ты хочешь чтобы у тебя сосед был таким каким ты хочешь ты должен быть сам быть таким примером для этого соседа чтобы он относился к тебе так же и будет нормально будет там честное слово вот самый плохой сосед ко мне который относился плохо да я с ним был настолько это самое бережно хорошо относился помогал он не справился как беременную женщину да он исправился честно что он исправился у него совесть наверное проснулась он наверное сам себе сказал не вот смотри я к нему не человеческий он по-человечески я должен быть человеческий как и исправился не я его исправил а господь исправил его а мы видишь поругались почему нам это продали здесь женщина была в администрации и дети у нее и мы все время снимаем видео у нас в youtube канал как бы все это ведем о том насколько я говорю какие твари как бросили свою мать в крысятнике в гамне у нас родители вот у Маши у меня я знаю они живут в комфорте неужели я брошусь вот так она умирала здесь страшно страшно умирала что было страшно скажи вот и мы когда стали говорить что это не люди а свиньи которые относятся к своим родителям ну и снимаем все а сейчас вся деревня уже смотрит все равно да 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 все теперь спрашивают ну что вы устали когда уедете я говорю мы отдыхаем я говорю почему ты думаешь что я устал ну столько работы так я отдыхаю первый раз что я работаю для себя да а они говорят а у тебя работа то есть я говорю у меня есть дело а работы у меня нет я безработный ну и бездельник раб от слова рабский труд на кого то идти чтобы из детей моих растил тоже кто то да в садике там еще где то чтобы потом они выросли и сказали папа а ты где был когда мы были маленькие на работе нахуй нам твоя работа не нужна ты должен быть с нами был правильно ты знаешь сколько много плюсов из той дороги которую ты сейчас это самое выбрал это во первых ты всегда со своей семьей рядом вот вот у тебя ты на себя работаешь ты сам себе начальник у тебя своя продукция чистая экологическая то есть тебе в больнице бегать не надо если бы вот ты в Борел приехал бы да один раз два раза приедет в Борел там больницы забитые почему потому что все химия все химия конечно поэтому это самый правильный путь держись на этом пути и все да мы никакого хлеба не покупаем все мама жена сама печет вы сама? да все никакого хлеба так у меня образование да а у нее поварское образование высшее она сейчас вот все применяет все сами делаем первый раз в жизни это хорошо угораздил Бог в 45 лет меня одуматься вот так а потом уже и поздно может быть правильно да это хорошо это прекрасно это вовремя что ох какие классные вот это вот это да оп давайте вилла это самое подстилку ну да ну давай скинем вниз она не помешает сейчас а он граблями коровки зеленые не вот 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 погрузчика я думаю возьму буду что-то делать потом понял что пока не нужно только просто стоит техника и гниет не ну ты это самое а те жизни они всегда пригодятся права то если имеешь нет прозратор почему решил что чё я понял что он будет у меня стоять мне просто вот не до него не нужно дешевле заплатил себе стоимости по топливу по все равно на что-то поделать вот и все теперь пока 100 тюков сена 50 тюков довезут еще послезавтра такое миленькое можно самому есть запах такой вообще запах вообще и переставил я переставил я корову уже правильно приехал ветеринар говорит а как же ты доешь ее слева корова справа до я об этом не знал а корова у меня не предупредила хотя теперь значение никакого не имеет потому что приехал привезли мой аппарат до или корова выдаивается в течение 5 или 7 минут примерно теперь не имеет значения как она стоит пойдемте посмотрим возьмем ей сено корове не заходят без гостинцев вот какое там у нас небольшая стройка я переделываю вернее устанавливать буду сейчас новую дверь проходим не выпускаем овец это чтобы овцы наглые не забежали туда сейчас выкидываю еще это старье здесь инструмент теперь корова стоит вот так место и хватает вот наша буренка здравствуй дорогая здесь у нее подморда и лизу нет вот теперь место для коровы хватает может быть маловато место для оператора коровы вот пока прикрыл эти окна чтобы я не дуло сейчас как раз занимаюсь дверью и сразу же буду делать потолки поставимся на маленькую печку потому что придется штукатурить у нас и дети живут в ремонте ну и корова чуть-чуть поживет так вот места хватает здесь будет сток для отходов как раз я уже понял куда все падает и сделаем сток железный который будет уходить на улицу на улице сформирована глубокая подстилка поэтому ничего замерзать не будет а вот наш доильный аппарат но это в отдельном видео мы снимем как очень удобно очень примитивный никаких пульсаторов за счет просто шариков подшипников как бы работает перепуск корова не беспокоит выдаивается на мгновенно и в принципе да да его я потом пол-литра которые отдают тут же наша башечка иди сюда вот наша новая красавица вот которая отдаю бяшкам . вот такая вот приехала в подарок с коровой осталось без мамы маму съели собаки загрызли бешки бежь бешь бешь бараш иди сюда бешь бараш давай давай вот еще один и вот еще дашечки бешечки идите вот бешки пришли за молочком но сейчас не время ребят да не время все на которое не съела корова мы теперь делаем вот так как они прибегают все на которое не съела коровы и откладываю вот сюда вот и отдаю овцам ровно столько сколько они съедят потому что очень много сена просто не разбрасывают толку никакого просто расход как бы кормов вот поэтому просто из кормушки выкладываю сюда отсюда отдаю опцев дозировано дал сколько на охапку съели полностью потом следующую теперь это выглядит вот так малявки приходят сюда вот полизать соли поесть как бы сено покажи мы не подниму покорчат папа есть сено полизать соли коробка их не обижает баранов больших не любит маленьких как бы не трогать все хорошо вот размер стойла получился 1300 1300 на три с половиной метра то есть у коровы запасом здесь она двигаешь и назад двигаешь она спокойно разворачивается коробка компактная я уже проверял то есть и любишь назад и выводишь на выгул что-то башечка ой сена папа привез какого-то дай молока вот она приходит только до еды она уже круглыми кажется он скоро лопнет шерстяная какая кудряшка все всем пока снимем обзор надоильный аппарат купили мы его за 17000 на всех площадках он стоит 25 он совершенно новый не использовался поэтому сниму небольшой обзор хотя честно говоря снимать здесь и нечего все примитивно просто до безобразия и очень надежно вот вот наша единорожка сюда приходит тоже кормим ее отдельно цвета не усмотрели что резинка с одного рога слетела или порвалась и поэтому один рог отвалился а второй остался ну ничего мы это исправим единороги существуют цвета судя на беременную поработка взгляды я пошла на кухню дожаривать оладушки тыквенные ты будешь дверь доделать я доделаю дверь а потом перенесу все на вот этот сарай туда под крышу дождемся еще 50 тюков как бы 150 тюков там нам хватит как получается в принципе запас сейчас там пять тонн учитывая что на вчера разгрузили еще большой круглый тючок который привезли по ошибке перепутали то есть привезли круглые тюки а мы просили квадратиши у нас сейчас 8 тюков по 300 килограмм солома и сена сена и три тонны еще получается брикетах теперь завезем завезем комбикорма завезем ячмень у местного ферма фермера у вани его ивана купим соответственно пшеницу и дальше будем искать вторую корову строить для нее помещение потому что с одной коровы как бы оказалось все очень просто не занимает она много времени приправленной организации труда и никаких усилий никаких сил дойка это очень долго доешь аппаратом 7 минут коровы на 5 минут 2 коровы я потрачу 10 минут так у меня уходит честно говоря мне с ней не справиться это 40 минут это грязь летит ведро руки отваливаются корова психует вот теперь все мы это изменили всем пока подписывайтесь на наш канал наша жизнь в деревне налаживаются вот бараны здесь берутся что не поделили а самку делят сейчас они еще прибьют ее давай прямом эфире прямом эфире все всем пока